Как-то раньше я говорил, что как такового-то города тут полтора-два часа пешком от края до края, вот и весь Тель-Вив. Он сжат в море и со всех сторон поджат городами-спутниками, то есть его единственная возможность, конечно же, стремиться вверх, о чем говорят. Вот, кстати, новые кварталы, мы можем пройти и посмотреть, вы тут же увидите, что так и есть. Город растет вверх. Да, когда-то на этих уличках, конечно же, все вот эти магазинчики, все эти кафушки, все это было заточено под туристов. Не туристов, которые приезжают сюда за магнитами на свечую землю, нет. Под людей, которые здесь работают. Здесь были всевозможные интернет-кафе. Когда я здесь жил, вот они сейчас, это было уже раньше, лет 15 назад, все было под них. Ихняя телевидение, ихняя музыка, ихняя еда, ихние маленькие ресторанчики, всевозможные телефонные карты, чтобы звонить домой. Всевозможные обменные пункты, пересылка денег. Все это до сих пор существует. Я уверен, только теперь это частично сместилось на новую аудиторию, которая прибыла. Да, вот и все. Вот сегодня пятница, короткий день. Мы гуляем немножко. Зайдем сейчас на саму станцию. Меня немножко поснимаю на станции, посмотрите, что да как. Волшебств там нет никаких. Люди да и люди. Торговля, кому куда ехать. Да, вот такие делишки. Когда-то, когда я жил в Тель-Авиве, вот всегда вот в этот день, в пятницу, если мне доводилось ехать на работу, я приезжал рано утро на работу. И вот на этой станции была тьма молодежи. Тьма молодежи, которая съезжается с четверка на пять весу на ночь, чтобы отдохнуть, чтобы насладиться ночной жизнью Тель-Авива. И они просто сотнями приходили, разъезжались по пригородам Тель-Авива. Потому что в течение недели все работают. Ну, от четверга на пятницу это единственный день, когда молодежь может подтянуться на общественном транспорте, отдохнуть ночной в клубе Тель-Авива, потому что в субботу, вы знаете, транспорт не ездит. В пятницу вечером он прекращает свое движение, но это, конечно же, бьет по карману этих молодых людей. А сейчас мы заскочим в один из ходов центральной станции. Есть досмотр багажа, но мы его сейчас пройдем. Это связано с безопасностью. Да, ничего не изменяется, чтобы вы знали. 15-16 лет назад, когда я здесь жил частенько, бывал. Ничего не изменилось, ровным счетом. Ровным счетом, ничего. Ровным счетом, ничего. Ровным счетом, ничего. Ребята оказались приветливые, проверили багаж. Идемте посмотреть, ребятки. Вот я говорю, ничего не изменилось. Такое место, я хочу сказать, в этом смысле сомнительное, конечно. Ну, как водится, ребята, да, эти мы все взрослые люди. В таких местах, конечно же, концентрируются ребята такие полумутные, полутемные. Все возможные тут девчонки для увеселения, наркотики, алкоголь, ну, там подобное. Сопутствуют, конечно же, этим местам. Видите, ранний час, все закрыто. Я уж так на обуме иду, оба куда. Когда-то, говорю, доводилось частенько здесь бывать. Ну, уже приличное количество времени я уже здесь не был. Не был, конечно же, мне немножко тут, как и в новое, ходить, заново поглядеть. Ну, смысл не изменился. Сейчас мы немножко пройдемся вверх, пройдемся вниз. Да. Нет, пожалуй, мы туда вернемся. Там есть какая-то жизнь, вижу. Какая-то жизнь. Да, ну, вот тут вот на улице, видите, вот эти желтенькие маршруточки, это альтернатива общественному транспорту. Он ездит, кстати, и в субботу, эти маршрутки. Можно добраться в разные города Израиля. Ну, короче, насчет станции. Хочу сказать вам, ребята, ну, вы сами видите. Пару лет назад были у нас дети в гостях. Ну, и затеяли мы тут поездку. Дети пригласили меня на Красное море. Ну, мы решили ехать вот общественным транспортом, чтобы добраться до Элата, до самой южной нашей точки. Мы поехали отсюда автобусом. Сказать вам по чести, конечно же, мне чуток было стыдно перед ними, потому что, ну, вы видите, чистотой станции не брещет, ну, и тому подобное, конечно же. Как по мне, так она... Самое время ее и сносить, да. Наверное, так. Ну, кто-то куда-то едет, у кого-то какие-то дела. Мы с вами гуляем. Дел каких-то у нас с вами нет специально. У нас сегодня выходной день. Да. Конечно же, идешь и немножко тоже нахланируешь всякие воспоминания, да, но теперь уже... Я живу совсем недалеко, в соседнем городе, буквально в шаговой доступности на автобусе я подъехал, я знаю, 10-12 минут просто в этом районе у меня нет никаких дел больше. Ну, вот, наши солдатики возвращаются сегодня. Вот, смотрите. Да, ребят, вот они. Наши солдатки сегодня возвращаются домой. Ну, как и многие-многие изротяньки из-за границы. У нас, ребята, завтра Пасха. У нас, ребята, завтра Пасха. У нас были празднованы. Но эти девочки с оружием... Не бутафория, нет. Все время удивляюсь, как эти девочки носят эти рюкзаки. Наши девчонки. Ну, вот. Наши девочки, да. Сказал, ребята, они в советской армии. Конечно, никакой, никакой, никакой связи с этим нет. Где людей просто мульштовали за просто так. Здесь эта армия, это все-таки живое существо такое. Живой организм. Это часть страны. Это часть народа. А армию здесь любят и очень уважают. Нет никаких тут почетных, ни...